Этот дом на улице 2-я, энергетическая, последний из своей застройки готовится к сносу. Квартиры жильцам оценили и предложили деньги. Те не согласились с суммами. Об этой странной истории мы рассказывали в сентябре. Сейчас она получила продолжение. На двери домом повесили объявление – газ скоро отключат. Между строк – живите как хотите. Они нас терроризируют, потому что другим словом назвать это никак. У меня просто даже слов нет. Отключить газ в жилом доме, где живут бабушки, пенсионеры, женщины 90 лет. Она еле ходит, вы сами видели. У нее давление вчера поднималось, скорую вызывали. Мы никак давление ей не могли снизить, 220 было. По большому счету, газ в доме – единственное благо. Воды и канализации здесь нет. На голубом топливе и готовятся им же греются. Какой бы теплой зима ни была, при отключении ресурса жильцы попросту замерзнут. Им надо вот до 31 числа вот этого года нам отдать эти деньги и забрать у нас вот этот жилье, в общем, этот дом полностью. И вот они нас терроризируют прямо. Мы не спим ночами. Кошмар какой-то, что творят с нами. И звонили, например, нас вызывал Шарипов. Там давление нас оказывал, говорил, что вот слово не давал, говорит, только сам говорит. У меня 40 домов, с них надо расселить. Давай соглашайтесь. Он сам хоть и говорит, я вот не уговариваю. На следующее утро, в 20 минут 9, мне уже звонит с администрации. Давай приезжайте, риэлторы вас ждут. Будем искать вам квартиры. Пенсионерке Юлии Михайловне Репкиной 89 лет. Она ветеран войны. Та самая, которая от новости слегла с давлением. Сутками напролет плачет, боится на старости лет оказаться на улице. Я 60 лет здесь живу. Я ветеран войны. 60 лет здесь живу. У меня больница. Я через каждые три месяца хожу на уколы. В больницу то и дело приходится ходить. Это как же я пойду на краю города. Городские власти с жильцами ведут активную работу. Даже слишком активную отмечают местные. Постоянно к ним приезжают. Советуют выбирать жилье. Одни собственники уже помещение освободили. И по стечению обстоятельств в этот же день стекла в квартире разбили. Вот видите, даже разбили стекло там. Вот рядом дом, когда ломали. Там три раза поджигали. Три раза поджигали. Не ломали. Чтобы освободили. Вот и нас так теперь начнут. Жить в аварийном доме людям не нравится. Но не нравится им и вариант того, что они выйдут из своих квартир по 50-70 квадратных метров. И на выделенные деньги переедут в хрущевки по 30 метров. Уговорами не получается, так они вот находят какие-то лазейки, чтобы заставить нас подписать ту сумму, которую они, мизерную сумму, за которую мы ничего не сможем купить абсолютно. Или предлагают своих риэлторов, которые не то что, а прямо по телефону звонили и кричали, что давайте приезжайте, риэлторы вас ждут, вам предложат по такой сумме, вам предложат квартиры. Муниципальная квартира в доме одна. Этим жильцам проще всего. Они ждут, когда квартиру им купят и их переселят. Но и тут власти не поспешили. Поэтому, если что, без газа им также придется сидеть наравне со всеми. У нас муниципальные квартиры. 53,3 метра. Нам вообще ничего не предлагают. Нам сказали, мы вам купим. И вот уже сколько времени прошло, нам ничего. Я в администрацию звонила, мне только все говорят, идет закупка, идет закупка. Вот все закупают, закупают, все никак не могут закупить. Вот звонила буквально в эту среду. Вот мне тоже самое сказали, что Новый год, будьте здесь сидеть, потому что нет квартир, никак не можем вам купить. Власти говорят, да, отключить газ негуманно, но это вынужденная мера. Кто же захочет повторение трагедии на Минской? Дом-то аварийный, но аргумент странный. Ведь по официальным документам выехать жильцы могут до декабря 2020-го. Получается год жить без газа. Значит, жители и раньше, и сейчас имеют возможность аренды жилья на рынке недвижимости. Администрация города Иваново обязана стоимость аренды этого жилья компенсировать. Дело в том, что часть собственников уже из этого дома выехала. Помещения являются свободными. Аварийное состояние строительных конструкций может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Нашему телеканалу власти обещали, что дом не отключат. Отметили только, что в случае ЧП вся ответственность на жильцах. Дом-аварийный, трагедия может случиться в любой момент. Местные все равно насторожены, уверены на них и дальше будут оказывать давление и побуждать выехать из квартир. Впереди суды. Жильцы будут отстаивать, что достойные рыночной стоимости квадратного метра не по 31 тысячи, а по 42. Мы будем следить за развитием ситуации. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.